На Урале водительница Лексуса, признанная виновной в совершении серьезной дорожной аварии, в результате которой тяжело пострадал мотоциклист и его пассажирка, получила два года ограничения свободы. Эта авария произошла 7 июля прошлого года в Синарском районе Каменско-Уральского на пересечении проспекта Победы и улицы Пушкина. В 11-м часу вечера пятеро девушек в роскошной машине ехали в ночной клуб. За рулем Лексуса GS300 находилась 34-летняя Марина Епифанцева, учитель танца в гимнастике в ДК «Современник», но на тот момент официально безработная, зарабатывавшая на жизнь проведением семинаров и лекций по женской психологии. Наша проблема основная в России – это когда женщина, ну не женщина, грубо говоря, а мужик. И вот чтобы от этого, от этих мужских дел, от этих мужских энергий уйти и прийти в свое расслабленное, естественное, природное состояние, женское состояние, вот об этом будем говорить, что это, как это, вообще где оно, как его найти в себе. В таком вот расслабленном женском состоянии Марина намеревалась повернуть с проспекта Победы налево на улице Пушкина. Но, как установило следствие, нарушила правила проезда перекрестка. Выехала на полосу встречного движения, не достигнув середины перекрестка и не пропустила двигавшийся во встречном направлении мотоцикл «Хонда Витекс-1800». Сорокалетний рулевой мотоцикл «Максим» и сидевшая за ним пассажирка вылетели из седла и упали кто на машину, кто, пролетев через нее на асфальт. Просто чудом прямо на этом перекрестке оказался автомобиль скорой помощи, который забрал одного пострадавшего, вскоре подъехали и за вторым. Как сказано в приговоре, рулевой мотоцикл получил сложную, сочетанную механическую травму головы, туловищей, конечностей. Далее целый список повреждений, квалифицированных как тяжкий вред здоровью. Его пассажирка, девушка, также оказалась серьезно травмирована, но, проведя все лето на больничной койке, к осени пошла на поправку. Максим же перенес четыре операции и по-прежнему нуждается в реабилитации. Своей вины водительница «Лексуса» не признала, хотя выезд на встречку подтверждается съемками камер видеонаблюдения. В суде женщина просила не лишать ее свободы, так как она в одиночку воспитывает ребенка. Судья Мскалева учла этот факт при вынесении приговора и наказала виновницу ДТП только ограничением свободы сроком на два года. Все это время Мария Епифанцева не должна покидать Каменск-Уральский без разрешения контролирующих органов, а при смене места жительства или работы информировать об этом. Единственным серьезным ограничением для нее должно стать лишение водительских прав сроком на два года и десять месяцев. При этом суд отказался одновременно с уголовным делом рассматривать гражданский иск потерпевших, предложив подать такой иск после вступления в законную силу основного приговора. Свой ущерб Максим и его пассажирка оценивают в 850 тысяч рублей. Дело в том, что у водительницы «Лексуса» не было страхового полиса «Осага». Таким образом, ни на лечение, ни на ремонт мотоцикла Максим пока ни копейки не получил. Естественно, будет тема взаимоотношений мужчина и женщина, будет тема денег, без нее потому что никуда.